Здравствуйте! В эфире очередной выпуск службы 112. В ближайшие 10 минут вы узнаете. У Брестской таможни новый руководитель. Милиция региона достойно справилась с повышенной нагрузкой. В борьбу за безопасность на дорогах вступают юные помощники ГАИ. Массово, но спокойно отметила Брещина 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Между тем, только 9 мая на территории области проведено 155 массовых мероприятий. В праздновании Великого юбилея приняли участие около 165 тысяч жителей и гостей региона. Наибольшее количество участников массовых мероприятий отмечено в Бресте – около 72 тысяч. 17 тысяч человек пришли в мемориальный комплекс «Брестская крепость героя», чтобы увидеть праздничный салют. В охране общественного порядка во время массовых мероприятий было задействовано около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь, 50 членов молодежных отрядов охраны правопорядка. Административных правонарушений, преступлений и других происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не зафиксировано. У Брестской таможни новый начальник. Им стал советник таможенной службы первого ранга Александр Константинович Пихун. Представить нового руководителя сотрудником одной из крупнейших таможен страны приехал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Синько. До этого глава комитета проинспектировал работу поста Брестского таможенно-логистического центра, провел совещание с руководящим составом и определил приоритетные задачи оперативно-служебной деятельности. Одна из основных – повышение транзитной привлекательности Беларуси для экспортеров. Особая роль отводится таможенным службам и постам, в работе которых сегодня используются все современные информационные технологии. В тестовом режиме заработала система автоматического пропуска товаров. Брест всегда традиционно считается у нас это ворота в Европу и важно, что сегодня назначая нового руководителя принято решение назначить специалиста, который обладает хорошими познаниями в вопросах пограничного таможенного оформления, внутреннего таможенного оформления с достаточно большим жизненным опытом сотрудник. Ну а коллектив Брестской таможни убежден, что получит достаточно грамотного специалиста в лице начальника таможни, который знает, что необходимо сегодня делать. До нового назначения Александр Пихун работал начальником таможенного поста «Привалка» в Гродненской области. Прошел трудовой путь от простого инспектора. Окончил Белорусскую политехническую академию и Институт национальной безопасности Республики Беларусь. Специальное свидетельство о новой должности ему вручил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Безопасный май и мото-движение без нарушений. Под такими девизами Госавтоинспекция области в эти дни проводит две профилактические акции, направленные на предупреждение ДТП с участием детей и пешеходов, а также мото-участников дорожного движения. За четыре месяца 2015 года на территории Бреста зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 38 получили ранения различных степеней тяжести. Анализ аварийности за период с 2010 по 2014 годы показал, что май является наиболее аварийно-опасным месяцем в году. Наибольшее количество ДТП в указанный период регистрируется с участием пешеходов и детей. Основная цель комплекса предупредительно-профилактических мероприятий под условным названием «Безопасный май» – повысить эффективность профилактики ДТП. В зоне особого внимания пешеходы, дети, велосипедисты, особенно несовершеннолетние, а также водители, перевозящие детей в салонах автомобилей. Проведение профилактической акции «Мотодвижение без нарушений» продиктовано сезонным увеличением мотоциклистов на дорогах области. За истекший период года на территории региона с участием водителей мототранспорта зарегистрировано 13 ДТП, из которых 8 по вине мотоциклистов, в результате которых 9 человек получили ранения различных степеней тяжести. Два происшествия совершено по вине нетрезвых мотоциклистов. Основными причинами совершения ДТП с участием указанной категории участников дорожного движения являются несоблюдение скоростных режимов, управление в нетрезвом состоянии, отсутствие права управления транспортным средством, нарушение правил обгона и маневрирования. В очередной раз в Бресте свои знания безопасного поведения на дорогах продемонстрировали юные инспекторы дорожного движения. Областной конкурс собрал лучших представителей со всего региона. Но если эти знатные особо снимут короны, то будут просто ребятами, которые не только не боятся инспекторов ГАИ, но и помогают им в ежедневной работе. Они в первую очередь работают, например, с малышами в учреждениях дошкольного образования. Они работают со старшей категории. Они выходят на дорогу, работают с пешеходами, с водителями. Кстати, ученики Антопольской школы Драгичинского района попали на областной слет-конкурс впервые. Но не волнуются, потому что знают – они уже молодцы. Победить на зональных соревнованиях нелегко. Что же говорить об области? Девять команд, восемь конкурсов, где теория и практика, и творчество, и мастерство фигурного вождения велосипеда. Причем во всем здесь реализуются два педагогических принципа. Научи меня это делать самому, и равный обучает равного. Ведь когда ребенок пропустит через себя правила дорожного движения, не только теоретически, но и практически, он это будет лучше знать. Причем не просто знать, но и передавать свои знания другим детям. Нажимаем для того, чтобы передым ртом, чтобы вода из легких вытекла. Дальше мы должны проводить, у него отсутствует дыхание, будет реанимационное мероприятие. Эффект очевиден. Юные инспекторы дорожного движения соревнуются на областном слете-конкурсе уже в 37-й раз, но впервые это мероприятие совпало с другим, не менее значимым. По всей республике ГАИ проводят третью глобальную неделю безопасности дорожного движения под эгидой ООН. Наша основная цель не только госавтоинспекции, а в целом общество, в первую очередь взрослых, это сохранить жизнь и здоровье наших детей и максимально сделать дороги безопасными. А начальник областного управления ГАИ Сергей Талатай искренне пожелал участникам самого главного. Я желаю вам всем по-настоящему найти друзей сегодня здесь. И может быть не так важно, кто победит, а победит сильнейший. Важно, чтобы вы оставались всегда вместе. На территории области по-прежнему растет число краш велосипедов. Основная причина – беспечность хозяев, которой все чаще пользуются злоумышленники. Как защитить двухколесного друга? За 4 месяца 2015 года на территории Бреста зарегистрировано 30 краш велосипедов, основная масса которых похищена из подъездов многоэтажных домов. Чтобы не оказаться жертвой кражи, единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Часто велохозяева пристегивают своих железных коней, где придется, и спокойно уходят по делам. Как говорят в таких случаях профессиональные велосипедисты, купил велозамок, начиная копить на новый велосипед. Потому что кража пристегнутого на велозамок велосипеда – лишь дело времени и сноровки. Для маломальски опытного воришни перекусить цепь щипцами – дело нескольких секунд. Многие надеются, что кражу велосипеда предотвратят случайные свидетели. Как показывает практика, к сожалению, рассчитывать на это не стоит. Как же защитить двухколесного друга? Вот несколько основных правил. Не оставляйте велосипед без присмотра на лестничной клетке или в подъезде дома. Паркуйтесь в самом людном месте. Это не смутит опытного вора, но отпугнет угонщика-новичка. Прикрепляйте велосипед минимум на два замка. Снимайте с велосипеда все ценное. Никому не называйте истинную стоимость своего велосипеда. Но самое действенное – всегда держать велосипед в поле зрения. Таким образом вы не оставите ворам шанса. Время рубрики «Розыск» в программе «Служба 112». Вперед с 4 по 7 мая по адресу Монастырская 1 в областном центре неизвестный злоумышленник совершил кражу шести саженцев Туй на сумму 900 тысяч рублей. Отдел внутренних дел Московского района Бреста обращается ко всем, кто располагает информацией с просьбой сообщить по телефонам, указанным на ваших экранах, или на короткий номер 102. Конфиденциальность гарантируется. На этом сегодняшний выпуск «Службы 112» завершен. Будьте бдительны и осторожны. До встречи ровно через неделю в региональном эфире канала «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова